Девушки отдыхают Георгий Черданцев и Константин Генич надеются, что вы не отключили комментарии. Постараемся сегодня рассказать вам что-нибудь интересное. Встреча таких команд не должна никого оставить равнодушными. Все внимание на поле. Сборная Германии сыграет против сборной Франции. Классный матч нас сегодня с вами ждет. Болельщики создают невероятную атмосферу на стадионе. Теперь дело за игроками. Шикарно высокий прессинг и мяч снова у них. Здорово сыграно, удар заблокирован. И уходит он от опеки. Спас команду от гола. И мяч выбит из штрафной. Вашему вниманию стартовый состав сборной Германии. Марк Андре Терштеген сегодня в воротах. В защите Антони Рудигер играет с Гинтером. Йозуа Кимих сыграет с первых минут. Сверкаем Гюнгаган в центре полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Кай Халлиц. Вашему вниманию стартовый состав сборной Франции. В воротах Лена. Мбапе начнет вместе с Кингсли Каманом на флангах полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Оливье Журу. Мы могли бы сказать о любом футболисте их составу. Но, во-первых, на это не хватит времени. Во-вторых, больше всего хочется упоминать Джамала Мусяу. Мало кто способен соревноваться с ним в скорости. Он отлично держит темп и может выдать спринт даже в концовке встречи. Мяч переходит в другой команде. Перехват. И удар нужен. Мусяу его может пробить. Счет открыт. Все-таки случился быстрый гол. Чем ответит соперник? Там повторяют забитый мяч. И еще раз мы видим, насколько без проблем отправил игрок мяч в сетку. Оказался он близко к воротам. И никто не смог помешать ему забить. Только он разве мог промахнуться. Но он это не стекнул. А теперь у сборной Франции проблемы. Они пропустили и уступают в один мяч. Ибраим Эквонатэ. Таю Купамикан. Тео Эрнандес. Адриан Рабьев. Они отбирают мяч и начинают свою атаку. Жамаль Мусяу хорошо работает с мячом и идет к воротам соперника. Но владение переходит к сопернику. Ушел мяч. Аут. Оливье Жиру. Атака прервалась на подступах к штрафу. Забивать тут надо. Хорошо играет Терштеген сейчас. Орельен Челамини с мячом. И удар должен последовать. Хорошо, брат, Орельгран. Удар от ворота. Могли из центра поля сейчас начинать. Робин Гозенс. Мяч переходит к сопернику. Кингсли Кома. С мячом вперед он идет. И на этом атака завершается. Сборная Франции идет вперед. Судья показывает, что можно играть. Отличные оборонительные действия. С мячом Антуан Гризман. Жиру. Очень неточный. Немцы теряют мяч. Кингсли Кома. Ибраима Кунате. Бить тут надо. Можно забивать. И на месте галкипера. Да уж, вратарь показал себя во всей красе. Все они сделали, чтобы забить. Но галкипер сыграл просто потрясающе. Похоже, что скоро команде вновь понадобится помощь. Надо сравнивать. Забивай. Хорошо сыграл галкипер. Подача МВП. Галкипер на месте. Справился с ударом. Пора забивать. Одну шипа мячу он приложился. Спорная Франция забирает себе мяч. Антуан Крисман. Адриан Робилов. В этом эпизоде вратарь сыграл надежно. Кай Хаммерс. Жамаль Гусялу получает мяч. Шикарный перехват. И атака заканчивается в штрафной. Последние 15 минут встречи. Мяч находится только у гостей. И, честно говоря, я не помню вообще, был ли он у хозяев поля. Очень уверенно они смотрятся. Соперник, похоже, и не думает о том, как атаковать. Сейчас их забудет только то, как сохранить свои ворота в неприкосновенности. Сейчас им нужно в первую очередь думать о том, как сыграть в обороне. Отличный пас. Отлично сыграно. Мяч перехвачен. Кай Хаммерс. Гусяла. Как же так? Забивать такие надо. Вот это из разряда моментов, когда проще было забить, чем не забить. Антуан Гризман. Тайо Упамикана получает передачу. Мощно он сыграл сейчас. Джамаль Мусяла с мячом. До ворот соперника не так далеко. Можно бить. Вытаскивает мяч в окипи. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Джамаль Мусяла получает мяч. Берет удар на себя. Очередной главой в этом матче. Есть удар. Какая самоотверженная игра. Снова спасает свою команду. Мяч будет введен в игру из-за боководки. Какой хороший перехват прерывает опасную передачу защиты. Было нарушение, но судья игру не остановил и мяч у Франции. Угловой в пользу сборной Франции. Посмотрим, получится ли сравнять счет. Продача МПП. Ничего опасного создать не получилось. Мяч покидает штрафной. Оливье Жеру. Сравнивать нужно. Гол. Мяч все-таки оказывается в сетке ворот. Сборная Франции смогла переиграть соперника. И сравнивать счет. И повтор голос смотрим. Мастерский проход. Великолепный дриблинг. И мяч в сетке. Здорово. Очень здорово сыграно. Снова равенство на табло. 1-1. Робин Гозенс. Хороший прессинг соперник показывает. Штрафной пробьет Франция. Гинксли Кома. Судья все видит и назначает штрафной удар в пользу сборной Франции. Дайо Упамекано. Кириан Мбапе. Это выглядит интересно. Что-то может получиться. Гол. Как он классный мяч поймал на ногу. Отличный удар. Еще раз смотрим этот гол. Да, вполне справедливо. Тренер кричит. Что-то крайне нелицеприятное своим игрокам. Вблизи своих ворот нельзя играть так небрежно. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. К основному времени добавлена одна минута. Не густо. Мбапе. Ворота все ближе. Хорошее движение вперед. Пора всем на перерыв. Свисток главного судьи заканчивает первый тайм. У сборной Германии после первого тайма получается не все. Но впереди вторая половина матча и возможность отыграть минимальную разницу в счете. Кинксли Коман. Это может быть интересно. Назревает контратака. Здесь было нарушение и судья все правильно делает. Будет штрафной удар в пользу сборной Франции. Дальше Кимиха пас не прошел. Перехват. Коман. 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 Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали за тем, как мяч влетает перед обороном. Счет в очередной раз равный. Удастся ли кому-то забить еще? Кириан Мбапе. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хороший. Здорово работает с мячом и двигается к воротам. Адриан Робьёк. Робьёк хорош на перехвате. Мбапе. Правый вратарь спасает свою команду. С заменой сборной Франции. Подает Гризман. Вратарь в этом моменте образец уверенности. Здорово сыграет. Вратарю стоит играть понадежнее, чем сейчас. Мбапе. Будет угловой мяч. Вышел за лицевой. А сборной Франции это возможность выйти вперед. Повреждение сказывается. Тяжелой мой грант. Подошел мяч вперед. Коман. Мяч переходит к сопернику. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Аут. Мяч у Германии. Тренер решил сделать замену и выпустить свежего игрока. Прекрасная техника. И гол у нас. Да. И выше Джин на замену игрок отличился. Какое чутье у тренера. Сработало. Здорово не смогли из-под прессинга забить. Давайте еще раз на этот мяч посмотрим. Еще в 3-2. Смотрим дальше. Вперед он тащит мяч. Мяч переходит к сопернику. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры сбора. Сборная Германии отбирает мяч. Хаверт сейчас забивать может. Хорошее исполнение, но мяч идет мимо ворота. Санек. Удара ждем. Отличный блок. Кристофер Нукунку. Антуан Гризман. Идет Антуан Гризман в атаку. Мбабе. Оттай спасает команду. В составе сборной Франции будет заметно. Подали мяч с углового, а в центр штрафной. Кристофер Нукунку с мячом. Кристофер Нукунку с мячом. Красивый удар для пионерской правды по выражению классика. Ну уж очень не точный. Да, таким ударом отличился шансов было немного. Уходит в атаку Куман. Может он сравнять счет? Надежно играет вратарь и выручает команду. И прямо в центр штрафной мяч летит. Мяч покидает штрафной после углового. Орельен Чомини. Есть возможности для атаки тут. Здесь точно не стоило терять мяч. Игры здесь боковой фиксируют. Здорово он с мячом идет. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали. Теперь надо бежать в оборону. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит орбитам. Дембеле. В атаку идут французы. Надо сравнивать! Собивай! Здорово перехватили мяч. Хороший прессинг. Свободная зона перед Санет. Мернер в штрафной. Спасает голкибер ворота, но придется ему еще стараться. Очень хорошая позиция у него была, но это все в прошедшее время. Была, то сплыла. Кингсли Кома. Франция переходит в атаку. Это их последняя возможность забить. Игра без мяча на самом высоком уровне. Теперь он уже с мячом. Уже скоро судья даст финальный свисток, который так ждут болельщики сборной Германии. Преимущество в счете не такое уж большое, чтобы быть спокойными за результат. Финальный свисток близок, но на один гол у соперника вполне есть время. Команды и так забили пять мячей на двоих. Это отличный результат, который... А вот и момент. Кикер хорош, справился с ударом. Парнячный счет очень прост. Надо лишь реализовать эту клаву. Пас на партнера. Кризман. Он бросился под мяч. Угловой удар подавать будет сборная Франции. Это возможность сравнять счет. Подача в центр штрафной. И справляется Матарь с этим ударом. В последнем моменте казалось уже, что мяч в воротах и ничья у нас... Постой, это может быть очень опасно. Жамая Мусяла получает мяч. На месте Ковкина. Команда выигрывает в один мяч. И сейчас можно забить второй с этого углового и решить исход матча. Мяч потерян. Бол команда обыграл. Ничего себе. Бол. Сегодня он один из самых полезных игроков на поле. Забивает во второй раз. Вот что бывает, когда игрок не боится брать на себя игру и смело идет в облотку. Такие моменты начисто деморализуют противника. Да, смелость города берет. Хотя в данном случае, похоже, город дал тебе свой. Чуа Мини. Здорово сыграно в отпоре. Соперник без мяча. Аут сборная Франции введет мяч в игру. Ибраима Кунате. Жюль Кунде. Не получается сохранить мяч. Но угловой он мяч выносит. На чужой половине прессингует соперник. Упамикану. Майк Миньян. Ибраима Кунате. А вот теперь точно все. Судья дает финальный свисток, который фиксирует победу сборной Германии. Хороший матч в исполнении немецких футболистов. Хороший матч получился у их команды. Они могут быть довольны своей работой. Плюс два гола и никаких шансов сопернику не оставили. Он сегодня провел выдающийся. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог команде одержать сегодня важную победу. А он сам пополнил свой голевой запас.